Ребята, всем привет! Я вышла из дома и решила показать вам наш приусадебный участок возле нашего дома. Такая красота! Я как-то в эту сторону никогда не ходила. Вот здесь у нас две лавочки. Ну как не ходила, мы просто с другой стороны дома живем. Наши окна выходят на другую сторону сада. Вот, а сейчас вышла, блин, такая красота! Вот, решила с вами поделиться. Здесь вот у нас кто-то из соседей выращивает зелень. Лук, петрушка. Вот, я увидела такую полянку с цветами. Прям не могу не поделиться. Сейчас дойду, покажу. Здесь тоже поле уже с маленькими беленькими цветочками. И здесь, гляньте, какая красота! Ой, прелесть, да? Это вот примула. Я так думаю, что она перезимовала, поэтому цветочки не такого яркого, интенсивного цвета, как мы в магазине с вами можем купить. И цветочки такие мелкие. Вот такая примула мне нравится. Вообще прелесть. Здесь вот в грядке. А здесь даже за грядку убежала такая вот полянка. Здесь вот тоже, смотрите, какая сочная. Вот. А, вот это, кстати, тоже гиацинт. Траубен гиацинт, насколько я помню. Тоже прикольно, нравится мне. Такой островочек. Ну и здесь тоже дикая примула. У нас вообще большой участок возле дома. Ну, сам дом большой и участок, соответственно. Вот. Ну, а с этой стороны, гляньте, какое шикарное дерево растет. О, красота! Ну, оно вот по весне цветет розовыми цветами, а потом листочки будут такие коричневые. Кто знает, пишите в комментариях, как это дерево называется. Ой, ну какой контраст розового с голубым. Прямо мои любимые цвета. Прелесть. Правда? А вообще территория, на которой я сейчас нахожусь, это подземный гараж. То есть, видите, вот забор. Это подземный гараж. Вот он такой огромный для нашего дома. А еще прям вот через дорогу от нашего дома у нас здесь есть гемайндехаус, или как бы церковь, что ли. Вот. И здесь бабушка одна. У нее свой сад. Вот мы сейчас выйдем, посмотрим, что же в этом саду она понасадила в этом году. Ой, какая грядочка, гляньте. Красота. Здесь и розы, весенние цветочки. Прелесть. Вот, я нашла еще одно такое деревце. Посмотрите, вблизи. А пахнет как. Пчелки уже летают. Решила прогуляться по нашему райончику и показать вам тоже немножечко красоты. Вот, район у нас старый. Где-то 75-й год постройки. Ну, сравнительно молодой, конечно. Вот, посмотрите, это белая магнолия цветет. Здесь, значит, такой заборчик. Куст желтый. Ах, я вот сюда шла, думала, что она уже цветет. Магнолия розовая. Вообще, надо подождать еще недельку, наверное. Вот это дерево. Ой, когда она начинает цвести, я просто схожу с ума. На меня уже эти люди с этого дома косо смотрят, потому что я часто подхожу сюда к забору и рассматриваю их дерево. Ну, конечно, они улыбаются, да, когда они понимают, зачем я тут стою. Потому что немцы любят, вот, когда их нахваливают. Ну, не то, что нахваливают, а когда ты удивляешься, какую красоту они сделали. И они прям благодарны тебе за отзыв. Вот, кто не видел, как магнолия цветет, вот посмотрите, цветы, как большие тюльпаны. И здесь, посмотрите, прям целая дорога с такими деревьями. Целый гарден таких желтые, белые, розовые. Ой, как невесты стоят в деревьях. Колокола звонят. Вот в таком райончике мы живем. Вот, сейчас мы с вами находимся в очень дорогом районе. Ну, как дорогой? Ну, некоторые дома здесь стоят ну, свыше полтора-два миллиона. Вот, потому что они по территории огромные и плюс ко всему у них территория возле дома тоже огромная. Вот мы идем по улице. Видно только фасад здания, но это здание, оно еще на три этажа может уходить вниз. То есть мы сейчас на горе находимся. Вот. У нас тут знакомые живут. Поэтому мы цены знаем. Мечтаем, но очень дорого. Веду я вас опять к магнолии, которая цветет вот поближе. Я сегодня уже была здесь. Посмотрите. Посмотрите на эту прелесть поближе. Ох, я не знаю, я просто с ума схожу. Ой, так лишь бы не зацепить чей-то балкончик, а просто показать вам цветочки. Ой, какая красота. Смотрите. Вот правда, как будто ветки, ой, как будто тилипаны, да, на ветках сидят. Вот так цветет магнолия. Вот я его приближу чуть-чуть. Божественная красота. Вот как природа создает такое чудо. Как? Почему люди не такие красивые, как цветы? Интересно, а здесь есть проход? Или это тоже частная территория? Короче, приватные дома и грюнштуки в Германии снимать нельзя. Запрещено законом. Вот. Но я так думаю, у меня же на лбу не написано, что я такая-то, такая-то, живу там-то, там-то. Ребят, стою на чьем-то грюнштуке, кажется. Я просто вам хотела показать березку, сосна. Все такое красивое. Вот в таком зеленом райончике мы живем. Видите, даже если у дома будет, ну, совсем маленький, крохотный участок земли, его все равно засадят цветами. Здесь уже костер, ну, все готово, украшения. Аккуратненько все как сделано. Кстати, с прошлого года украшения вот такими камнями у нас запретили из-за насекомых. Ой, как же они это объяснили-то? Ну что, чем больше городской территории спрятано под камнями, тем меньше насекомым питания, жизни и прочее. Ребята, я уже полчаса, наверное, гуляю и не встретила ни одного человека. Вот реально ощущаю себя героем из фильма «Я легенда». «Только птицы и я». И все. Ой, ну это хорошо. Послушайте, насколько они громко щебечат. Все в цветах утопает, гляньцы. Вот это я денек для прогулки выбрала. И вас еще с собой взяла. Не поленилась. Ой, мальчик. Короче, только детям можно гулять. А я ребенок. Ну я же чей-то ребенок, правильно? Значит, мне тоже можно. Ой, как это все пахнет. Я вот... Вот жалко, камера запахи не передает. Я прямо иду, наслаждаюсь. Вышли из богатого района в наш городской парк. Да? Да. А здесь... Ой, гляньте. Здесь уже цветочки падают. Как будто снег идет. Ах, вам не видно. Жалко. Вот эти вот беленькие. Решила все-таки не по парку, а по городу пройтись еще раз. Ой, смотрите, какая машина прикольная. Видно, что летняя. Без номеров. Еще не анмельдовали, наверное. Вот. И показать вам еще маленький кусочек нашей весны. Красивый. Тоже чей-то частный. Ну, тут все дома частные, что я говорю. Смотри, какое дерево, как яйцо. К Пасхе готовятся. Четыре гаража. Ой, красота какая. Вот эти дома, они с шикарным видом на лес, на поля. Котяра. Ой, котяра. Что такое? Так, ну-ка рассказывай. Кто тебя обидел? Ты почему такой взъерошенный? Что такое? Весна? Весна пришла, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова